Национальный проект «Экология» в том числе направлен на полное восстановление вырубленных лесов в 33 регионе. В 2019 году в регионе восстановили зеленые насаждения на площади 5300 гектаров. Отмечу, в основном саженцы, используемые для лесовосстановления региона, выращивают в питомниках области. Только в прошлом году на федеральные средства лесхоз закупил свыше 800 килограммов семян, ели и сосны. Приобретали их в основном в Костромской области. Впрочем, для посадки в ближайшем будущем лесхоз планирует использовать саженцы, выращенные из семян и владимирского производства. В 2019 году было отремонтировано специальное оборудование для сбора и сушки шишек. На сегодняшний день вот эта шишка-сушилка обработала уже 27 тонн шишек. И в результате у нас получилось около 200 килограмм семян уже собственного производства. Почему это выгодно? Мы не закупаем за огромные деньги эту продукцию у соседних регионов, которые тоже этим занимаются. То есть здесь, скажем так, есть некая экономия, и вот это производство, оно работает на нас. Кроме этого, благодаря реализации экологического нацпроекта в лесхозе появилась возможность привлечения федеральных средств для обновления лесохозяйственного оборудования и техники, предназначенные для тушения пожаров в лесах. 14 миллионов рублей лесхоз потратил на новые тракторы, культиваторы, гусеничные машины. Еще 30 миллионов было выделено на приобретение пожарных автоцистерн и машин УАЗ «Фермер» и «Нива». Также в районе 30 миллионов рублей планируют потратить лесхоз на обновление техники и оборудования в этом году. В этом году мы будем приобретать авторемонтные мастерские, которые на колесах. То есть в случае, если вдруг происходит какой-либо крупный пожар, то при нештатной ситуации машина какая-то ломается, то выезжает сразу на место такая автомастерская и машина ремонтируется там на месте. Что касается восстановительных работ, то в этом году лесхоз планирует высадить новые деревья на площади более 5,5 тысяч гектаров. В общей сложности в рамках НАСПроекта на лесную отрасль 33 региона будет выделено свыше 83 миллионов рублей. Также на встрече директору лесхоза был задан вопрос по поводу создания государственного заповедника на территории региона. Согласно предложению Минприроды, охраняемая зона может затронуть Судогодский, Ковровский, Селивановский и Камешковский районы. Многие жители высказываются против создания заповедника. Охранная зона предполагает запрет на сельскохозяйственную деятельность. По этому вопросу сейчас при администрации создается рабочая группа, в состав которой войдут экологи, представители Белого дома, надзорных ведомств, общественники и местные жители. Рабочая группа займется разработкой предложений по поиску компромиссных решений в данном вопросе.